Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Крумбл, и сегодня мы с вами поговорим о третьем сезоне и о самых редких выборах. Да, третий сезон довольно спорный, но у третьего сезона есть очень много противников, ну так и любителей, так что я спорить по поводу того, насколько хороший или плох этот сезон не буду. Наша задача сегодня поговорить о редких выборах, и я подготовил их целых 8 штук, и если вы сделали точно так же и попали в этот редкий выбор, обязательно пишите об этом в комментариях. С вами Крумбл, давайте начинать. Поехали. Восьмерку редкости выборов открывает романтический выбор, который происходит в машине, когда Кейт, испытывающая чувства Кавьеру, решает поставить вопрос ребром и узнать о взаимности или невзаимности чувств Хави. Выбор тут, как вы понимаете, небольшой, либо согласиться о взаимности чувств, или же отказать Кейт. И вот как вы думаете, насколько часто люди выбирают? Что именно? Какой вариант? Да, конечно, если вы выбираете согласиться, то это самый частый вариант. 78% людей делают так же, а вот отказать Кейт могут лишь 22%. Выбор с больным в бедном МэйДжея на седьмом месте. Когда Клементина еще была в стане нового рубежа, заболевает ЭйДжея. Все приговаривают ЭйДжея к смерти, и никто не хочет лечить его, потому что медикаменты это редкий ресурс, и тратить его на безнадежно заболевшего нет смысла. Но если вы все-таки вопреки всем тайно пытаетесь спасти и дать вакцину ЭйДжею, то вы в числе частых выборов, да, как и я, например, 85% людей поступают так же. А вот если вы черствый хлебушек, ну или же по каким-то своим причинам решаете не давать вакцину ЭйДжею, то вы в редком выборе всего 15% делают так же. Помните приятного парня? Ну, которого группа встречает в спешке, убегая от зомби. Тот самый Иисус, который выглядит уж слишком приятно, что даже не верится. Уж очень хочется ему довериться, но если вы не поддались на эмоции и все-таки выбрали связать Иисуса, то вы сделали редкий выбор, и его сделало всего 14%. И, кстати, я его сделал тоже, когда первый раз проходил, именно это я и выбрал. Неприятная ситуация, происходящая в тоннеле, когда Конрад узнает, что Клементина была в прошлом членом общины Нового Рубежа. Не так давно всех знакомых и родных Конрада убивают как раз эти люди из Нового Рубежа. Конрада можно понять, он буквально недавно потерял все, видит одного из членов этой бандитской группы, и, естественно, он требует мести и хочет убить Клементину. На что он аргументированно получает, конечно же, нет. В отчаянии он хватает уже сына Хавьера, и нам предоставляется выбор. Убить Конрада, что и сделало, кстати говоря, 89% игроков, или же не стрелять в него, хоть он и перегнул балку, на мой взгляд, но Конрад просто потерян. И вот как раз меньшинство людей поступили, на мой взгляд, правильно. Всего 11% не убили Конрада под страхом потерять Габриэля. Как и у вас умирал Барсук? Немного раскрою карты, тут аж два редчайших выбора. Начнем с моего любимого и самого частого. В конце драки с Барсуком нам дается возможность отомстить этому засранцу. И это вам не какой-нибудь The Last of Us с их дерьмовыми научениями о том, что хорошо, что плохо. В этой игре, если человек убивает твоего человека, то он заслуживает смерти. И более того, есть даже какой-никакой выбор, насколько жестоко это произойдет. Как я уже сказал, самый первый и самый приятный выбор, это буквально размозжить череп Барсуку. Второй по частости. Это позволить Барсуку мучительно обращаться и не пачкать свои руки. А вот два следующих, это крайне редкие выборы. Первый. Это если вы быстро убиваете Барсука 5%. И еще одни 5%, если вы позволяете Барсука убить кого-то другому. Как далеко вы зашли, чтобы попасть в Ричмонд? Напомню, что после ранения Кейт вся группа намеревалась попасть в Ричмонд и попросить помощи там. У ворот их встречается старый знакомый Макс, с которым у них не задались переговоры. И по чьей вине, пускай и косвенно, произошло нападение на поселение. Макс выдвигает требование сдаться и выкинуть оружие, после чего опуститься на землю и поднять руки. Ну и если вы сделали так, как требует Макс, то вы аж в 96% людей. Это очень много. А вот если вы при этом еще умудрялись отказать ему, то это очень редкий выбор. Всего 4% людей поступают так же. И золотая двойка победителей самых редких выборов, интересный и довольно тяжелый моральный выбор на втором месте. Это то, как мы отвечали на просьбу доктора Лингарда. Как мы помним, за информацию о местонахождении Джея он просит убить себя с помощью убойной дозы наркотиков. В противном случае он ничего не скажет. Но и убийцами мы после этого не будем. Если же вы выбрали помочь совершить самоубийство доктору, то это самый частый выбор, 52%. Если же вы просто отказывали доктору в этом, то вы тоже не попадали в частый выбор. 46% людей, это тоже почти половина. А вот если вы более сообразительны, то вы давали делать выбор самой Клементине. И тут, ребята, один из самых редких выборов. Целых 1%, 0,03%. Солтер. Wow. I'll do it. Well, where is he? He's... He's at the McCarroll ranch. A few miles west of here. He's really alive. Don't forget to stick around the hand of the after pot. I don't want to become one of those monsters. Ну что, и самый редкий выбор всего третьего сезона. Он настолько редкий, что даже не набрал 1%. Так мало людей выбрало именно это. Самый редкий выбор, набравший менее 1%. А именно, 0,8%. Это то, как вы справлялись с людьми из нового рубежа. У ворот Прескот. На самом деле, такой обычный момент игры. И так редко выбирали именно это. При этом, что доступно целых 3 варианта. Самый популярный, это попытаться отбить заложников силой. 59%. Второй популярный выбор, это сдаться им. Не ведя переговоры. Тем самым пойти на уступки. А вот самый редкий выбор всего третьего сезона, это попытка вести переговоры до конца. Буквально единицы делали. Это 0,8%. Это крайне редкий выбор. Т pool. Три. 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 Идёмник. Победа. Я не знаю, чувак. Я не знаю. Хороший чувак! Я не хочу ждать так долго. Господи! Давай! Я хочу видеть его платить за что он сделал. Мы получили то, Баджер. Пожалуйста, у меня есть семьи. Они нужны мне. Мы все имели семьи. Пока мы не сделали, они сделают так хорошо без тебя. Что это? Френсин! 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 Остался еще один видос. И он будет следующим. Если вам понравилось это видео, я надеюсь, вы его оценили по достоинству. Лайком, дизлайком, это не важно. Спасибо вам, ребята, большое. Увидимся уже в следующем видосе. С вами был Кромол. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok